В отпуск приехал на пару дней. Тот, который через ад, тот прошел, уже другим возвращается. Господи, дай им всем Бог силы. 18 января жители города Рени простились со своим юным героем, защитником Украины Владимиром Власовым. После окончания Ренийской школы номер 3 он ушел служить в погранвойска. А когда началась широкомасштабная война, встал на защиту своей страны. Наш земляк погиб 29 декабря 2023 года под поселком Курдюмовка, что в Донецкой области, примерно в 50 километрах от Бахмута. В этом году, 9 мая, ему могло исполниться 26 лет. Но он навсегда останется 25-летним. Он же один у мамы. Это, говорю, не ребенок, это я вам передать не могу. Мы в одном подъезде ребенка знаем с самого детства. Это не ребенок, это золото рос. Помню, проблемы были, ну, воды не было, в городе привозили. Этот ребенок ему было лет 9-10. Бежит, они же на третьем живут, я на втором. Спускается, стучит. Я быстро побегу за ему очередь. Машина, а вы спускайтесь с этими. Уже взрослел этот ребенок. Идешь с сумкой, допустим, с магазина, он спускается, я уже захожу в подъезд. Дайте, я донесу. Я говорю, ну, что мне уже до второго я здесь несла. А что со мной будет, я донесу. Вот выхватит сумку и до второго этажа он все равно донесет. Никогда этот ребенок не проходил, чтобы не поздоровался. Даже если идешь, ну, уже возраст. Идешь, бывает, что с ней так становится. Как дела? Все нормально. Господи, лучших забирают. Такую злость вызывает вот это вот, что они творят на нашей земле, что забирают вот таких вот детей. Я его видела где-то к концу лета, но он не по форме видно. Просто неделю, насколько отпускали. Но я хочу сказать, что меняет очень. Это не был тот улыбчивый мальчик, светлоглазый, который в это, ну, совсем прямо другое лицо. Тот, который через ад, тот прошел, уже другим возвращается. Господи, дай им всем Бог силы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, погранцы. Потом со временем узнали, что он до села. Видел его в последний раз. 26 или 27 ноября приезжал в город. Общались, смеялись, обнимались. В отпуск приехал на пару дней. Я так понял, что у него ребенок родился. Да, он имел девушку хорошую. Он в последний день, когда я его видел, он говорит, я приеду, посидим, погуляем еще. Ну, я говорю, после Нового года уже. На Новый год, 31 декабря, мне сообщили, что его нет. Звучит музыка. Он был хорошим, подвижным ребенком. Он был исполнительным, он был активным. Он принимал участие в жизни школы. Он спокойный, красивый. Он умничка. Нет слов. Просто нет слов. Он после школы пошел, я так понимаю, военный в этой области остался. Как жаль не описать слова. Я не знаю, что сказать. А что гибнет цвет нации. Наверное, так. Единственный сын. Когда они уже наедятся. Слов нет. Им своих людей не жалко. А нам что делать? Мы таких детей воспитываем. Потому что мы не просто погибли. За свою страну. Но все-таки погибли. Как же так? Низкий поклон матери. За воспитание сына. Ей-то что теперь делать? Наши дети, наш смысл в жизни. У нее смысла жизни больше нет. Ей ничем не поможешь. Ну вот от слова ничем. Пусть будет ему светлая память. Героя навмирающего. Слава героям. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...